Криптовалюты в России не планируют облагать налогом. В сентябре Госдума РФ рассмотрит законопроект о легализации криптовалют, однако он не содержит в себе положение о налоговом регулировании. Об этом на региональном блокчейн-метапе в Казани заявила глава вневедомственной группы Нижней Палаты Элина Сидоренко, сообщает РБК. Как отметила Сидоренко, развитие криптовалют в легальном поле и открытие официальных бирж будет способствовать укреплению и конвертируемости рубля. При этом она убеждена, что введение налогообложения отпугнет участников рынка. Цитата. «Возможно, когда-то нужно будет создавать налогообложение, но не сейчас», сказала Сидоренко. Если законопроект будет утвержден без поправок, то майнеры не попадут в поле зрения правоохранителей, пока не начнут обменивать цифровые валюты на фиатные. По словам Сидоренко, закон о легализации должен в первую очередь защищать участников рынка. В дальнейшем правительство намерено регулировать проведение айсом и смарт-контракты. Яндекс.Деньги заявила о технической готовности к операциям с биткоинами. Платежный сервис Яндекса технически готов к операциям с биткоинами, но не запускает данные услуги до принятия соответствующего закона. Об этом в комментарии Югополису заявила начальник общественных связей Яндекс.Деньги Евгения Арнаутова. Цитата. «Два года назад мы начали работу над тем, чтобы через сервис Яндекс.Касса все интернет-магазины могли принимать платежи биткоинами. Технически мы были к этому готовы, но регулятор периодически стал публиковать сообщения о том, что криптовалюта является денежным суррогатом и противоречит законодательству. В то же время регулятором была создана рабочая группа, которая примет решение, как использовать технологию блокчейн и как вводить ее в оборот. Мы замерли в ожидании, законодательной базы пока нет, мы ждем», — сообщила Арнаутова. Японские криптобиржи предложат услуги страхования транзакций. Две крупнейшие в Японии криптовалютные биржи планируют предложить своим клиентам страховые продукты, разработанные для предотвращения потерь вследствие неудачных транзакций и сбоев в работе торговых площадок. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на Nikkeel Asian Review. Как сообщает издание, крупнейшая криптобиржа Японии Bitfly сотрудничает с Mitsusisutomo Insurance, который является дочерней компанией MCAD Insurance Holding Group. Предлагающая аналогичные страховые услуги японская биржа, CoinCheck объявила о партнерстве с компаниями Tokyo Mariant и Nishida Fire & Children's. Более подробные сведения о внедряемых биржами новых услугах пока неизвестны. Напомним, 1 апреля 2017 года в Японии вступил в силу закон, признающий цифровые валюты, включая биткоины, легальным способом оплаты товаров и услуг. Майнеры Ethereum тратят больше электроэнергии, чем Кипр или Камбоджа. Добыча криптовалюты Ethereum рассчитана на электропотребление около 4,2 ТВт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением таких стран, как Кипр, Камбоджа или Бруней. А совместная добыча биткоина и Ethereum требует больше электричества, чем и Ордания, Исландия и Доминиканская республика. Такие данные приводит Business Insider со ссылкой на исследование Digiconomist. По словам основателя Digiconomist Алекса Дефриза, причина таких затрат кроется в энергоемких графических картах. Ирония заключается в том, что добыча криптовалютой на базе блокчейна наиболее безопасной технологии является абсолютно неэффективным процессом. Следите за новостями из мира криптовалют на нашем канале. Оперативность и достоверность – наш девиз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...